Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В связи с этими трагичными событиями, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, он сказал, что все в порядке, но так или иначе, конечно, сегодня, наверное, все радиоведущие начинают с того, что приносят соболезнования родственникам погибшим, и мы тоже погибших, и мы тоже поступим таким же образом, приносим свои соболезнования. Давай немножко пройдемся по повестке сегодняшнего дня. У нас сегодня будет два гостя, один в первом часе, другой во втором. Что касается второго гостя с 12.05, то это будет Александр Рыболовлев, директор Центральной диспетчерской службы. Как известно, с 1 февраля в нашем городе реализована новая система оплаты школьниками своих обедов, взимается там с 1 февраля комиссия, если оплачивается транспортной картой, и, судя по последним новостям, правоохранительные органы, вернее, контрольные органы не согласны с этой новой системой и пытаются как-то ее обжаловать. И контрольные органы не согласны, и родители не согласны, и, собственно, гостя нашего мы сегодня и спросим, откуда взялись эти 4%, на что они тратятся и почему 4%. Да, все это во втором часе. Но гость нашего первого часа, это Вячеслав Симаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что снова с нами. Основная тема для разговора у нас это постановление администрации Кирова об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в нашем городе. Вот так называется этот документ. Появился он 30 марта, буквально, да, на днях. Опубликован, доступен в интернете на сайте администрации. Документ достаточно обширный, 64-65 страниц. Ну, давайте все-таки чуть позже мы к этой теме перейдем. Сегодня буквально на новостных лентах я увидел тему о бродячих собаках. Это тоже в вашей епархии управления благоустройства и транспорта. И заголовки новостей звучат следующим образом. Усилен контроль за животными, которые находятся без хозяев. Так явно без хозяев. Скажите, пожалуйста, что происходит? Это связано с случаями бешенства, да, последними, которые у нас в областном центре. Произошедших на территории города Кирова. В связи с этим мы должны эту работу усилить, чтобы не допустить распространения бешенства. И поэтому несколько раз мы обращались к жителям города Кирова, потому что очень любят часто у нас своих питомцев отпускать на свободный выгул. Мы должны ограничить их передвижение, чтобы не было контакта с дикими животными. Поэтому, особенно в тех местах, где у нас такие случаи встречались, где находились дикие животные, вот собака в последний раз... Даруничек. Даруничек бешеная была обнаружена. На сегодняшний день каждый день выезжает туда бригада и собирает всех животных. Ну, могу сказать, что, скорее всего, жители отреагировали на наше, так сказать, предложение. И вот с пятницы три дня выезжали, ни одного животного не было отловлено. В свободном выгуле, в пространстве. Да, в свободном выгуле. Никого не обнаружили. А так вот ежедневно две бригады курсируют и собирают всех безнадзорных животных. Ну, в общем, собак своих от себя не отпускать. Да. Для того, чтобы сохранить их здоровье и свое. Наказание в этом случае предусмотрено? Ну, на сегодняшний день это не полномочия органов местного самоуправления. Вот, мы уже говорили ранее, у нас отменены все документы нормативные, утвержденные на муниципальном уровне. Вот это федеральная полномочия. Но владелец будет нести финансовые затраты на отлов и содержание. То есть здесь уже гражданское правовое отношение с той организацией, которая занимается отловом. Там сумма довольно приличная. Раньше вы ее озвучивали. Да, вот сейчас тоже в новостях было озвучено 3600 рублей за отлов и 250 рублей за содержание в сутки. А где искать собачку? Телефоны все озвучены. Давайте еще раз напомним, у нас единая диспетчерская служба существует. Да, кроме того, у нас в общедоступном доступе есть и телефоны, и самого предпринимателя. Там круглосуточно работает и телефон дирекции зеленого хозяйства. Мы обнародовали в управлении благоустройства транспорта. Можно также обращаться. Если какие-то вопросы будут, мы направим в данном направлении. Ну, давайте напомним, 6400. Да, 6400, там можно уточнить. Либо 4800. Да, это телефон круглосуточной единой диспетчерской службы города Кирова. Так что еще раз внимаем внимание, обращаем владельцев собак. Ужесточен контроль за тем, чтобы безнадзорно животные по городу не разгуливали. Так что, если вы дорожите своим питомцам, то, пожалуйста, постарайтесь, чтобы он находился рядом с вами. Ну что, теперь к нашей основной теме. Итак, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в Кирове. Ее реализация рассчитана до 2020 года. Среди задач обеспечения безопасности на дорогах, приведения их в нормативное состояние, устранение перегруза, повышение уровня удовлетворенности граждан городскими дорогами. Вот давайте, наверное, начнем с того, что напомним нашим слушателям главные, на ваш взгляд, тезисы этой программы. Они, в принципе, уже широко обсуждаются в разных СМИ, но я думаю, что напомнить будет не лишним. Я начну с того, что в текущем году Кировская область принимает участие в начале реализации приоритетного федерального проекта безопасной и качественной дороги России. И одним из условий федерального проекта является наличие утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Кроме этого, и градостроительным кодексом тоже предусмотрено наличие такой программы. Подождите, Вячеслав Николаевич, нужно уточнить. Безопасные и качественные дороги – это программа не одного года. Она рассчитана до 2025 года. И чтобы принимать участие в этой программе, в том числе получать финансирование, нам было нужно как раз-таки принять вот этот документ, чтобы эта концепция была. Есть у нас на уровне муниципалитета развитие транспортной инфраструктуры программа муниципальная, которая увязана с финансированием. Эта программа носит такой, без привязки к денежным средствам, но стратегию развития на определенные годы. То есть у нас до 2020 года градоплан утвержден. Пока мы эту программу разработали до 2020 года, и при реализации уже других федеральных программ и областных, она будет корректироваться. Основными параметрами данной программы являются решение вопросов – это вынос транзитного транспорта с городских улиц, это создание дополнительных связей между районами города, увеличение пропускной способности существующих улиц и дорог, реконструкция существующей уличной дорожной сети, создание дублеров, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. То есть такие глобальные вопросы. Давайте все-таки разобьем сейчас вынесение транзитного транспорта. Снова мы увидим в этом документе, речь идет о так называемом западном обходе. Да, строительство объездной автодороги. Могу сказать, что данная программа безопасной, качественной дороги, она тоже разделена на несколько этапов. С 2017 по 2018 год работы у нас связаны с некапиталоемкими действиями. То есть это ремонт уличной дорожной сети. Вот те участки улиц, которые были озвучены ранее, в 2018 году будет проводиться точно такая же работа. А с 2019 года у нас уже возможно и строительство новых улиц, и реконструкция существующих улиц. То есть там уже работы пойдут капитального характера. В этом году ударно ремонтируем, в следующем году ударно ремонтируем. И выбираем президента в 2018 году. И сказали вы возможно, да? Нет, не возможно. Вы сказали возможно, что возможно с 2019 года мы начинаем строить новые объекты. С 2019 года начинаются капиталоемкие работы. Это капитальный ремонт, это строительство, то есть весь комплекс работ. Об этом можно говорить уже с полной уверенностью, что это действительно будет реализовываться? Или есть какие-то но? Единственное, что на сегодняшний день до 2025 года не определены объекты. То есть это вот, допустим, мы 13 апреля будем проводить в здании администрации общественное слушание по программе комплексного развития. И результаты этих обсуждений будут учитываться как раз при ее дальнейшем реализации и корректировке. 13 апреля в здании администрации. Да, кабинет 300. 300. Может любой желающий прийти. Да, конечно. Но я думаю, в том числе и активистов у нас, интересующихся внешним обликом, города немало, они традиционно участвуют в таких мероприятиях. Да, кстати, это недавно такая активность проявилась. Вот на протяжении нескольких лет мы проводили общественное слушание по внесению изменений в правил внешнего благоустройства. Обычно там от одного до пяти человек приходило на последнее, уже здесь более активно население к этому отнеслось. Увеличилось число? Да, да, да. Желающих обсудить эти вещи. Даже в кабинет не вместил всех желающих. Нам сделать нужно небольшую паузу, да? Я сейчас, Юля, скоро продолжу. Да, давайте и после перерыва поговорим про мост. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем программу. Недавно мы начали наш разговор с Вячеславом Симаковым, начальником управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Тему можно простым языком озвучить следующим образом. Городская администрация определилась с дорожными планами на ближайшие годы. А, кстати, опрос мы озвучили. Давай. Предлагай голосовать. Давай озвучим опрос. Итак, можно голосовать на сайте хакирова.ру, либо в нашей группе ВКонтакте. Транспортный коллапс Кирову, на мой взгляд, грозит? Не грозит? Либо третий вариант, он уже наступил. Вот, Володя, ты бы за какой вариант проголосовал? Я проголосовал все-таки грозит. Я, как и многие жители нашего города, вижу, что число транспортных средств увеличивается. Ты, как автомобилист, тоже это прекрасно знаешь и понимаешь. Я просто думаю, что он уже наступил. Ты уже наступил, проголосовала. Я проголосовал. Грозит? Ну, на странице ВКонтакте результаты у нас следующие. Вариант лидирует. Грозит транспортный коллапс нашему городу 47%. На втором месте он уже наступил почти 40%. Не грозит. Оптимистов у нас 14%. На сайте хакирова.ру Оптимистов-шутников грозит 62%. Вячеслав Николаевич, вы как муниципальный служащий, как гражданин, как гражданин, как автомобилист по поводу транспортного коллапса. За какой бы вариант проголосовал? Я стараюсь ко всему относиться оптимистично, поэтому все-таки надеюсь и думаю, что будем решать проблемы с этим. Так грозит все-таки или не грозит? Ну, у нас на сегодняшний день пробки существуют. Единственное, что иногда их связывают с сезонными какими-то проблемами, с гололедом. Хотя на сегодняшний день есть точки, в которых это происходит круглогодично. На сегодняшний день мы пока занимаемся небольшими незатратными мероприятиями, связанными со светофорным регулированием, с разведением потоков. То есть на сегодняшний день пока мы это только можем себе позволить. Светофорный регулирование, давайте поподробнее объясним. Мы как-то перенастраиваем сейчас. Да, совместно с ГИБДД определяем, где увеличить зеленый свет, зеленую волну. То есть продолжительность горения того или иного света, да? Да, да, да. Где-то убрать пешеходные потоки, которые пересекают проезжую часть. Вот все эти вопросы рассматриваются совместно с ГИБДД. А как их убрать, Вячеслав Николаевич? Либо под землю, либо никак. Либо под землю, либо такие примеры есть у нас, как на перекрестке Октябрьского проспекта и Воровского, на перекрестке улицы Ленина и Милицейская. Да, да, улица Ленина и Тимирязева. То есть мы не по периметру организовали пешеходные переходы, а с двух сторон. Ну, я там частенько бываю, я вижу, что есть пешеходы, рискующие переходить. Ну, правда, их немного, но есть такие. Но вот если все-таки возвращаться к нашей программе комплексного развития транспортной инфраструктуры в городе Кирове, один из самых обсуждаемых в СМИ в последние два дня, это, собственно, третий мост через Вятку. Вот где предполагается его строительство? Этот вопрос тоже связан с выносом транзитного автомобильного транспорта за пределы городской застройки. Для исключения проезда из южной части города в Заречную, должна быть строительство дополнительного моста через Вятку к югу от центра города. На самом деле об этом долгое время говорится, многие годы уже. И рассматривается вопрос, наиболее благоприятный для продолжения с выходом на берег и устройством моста является улица Азина. Улица Азина. Наиболее благоприятно почему? Ну, вот как раз о чем сказал, чтобы нам перехватить грузовой транспорт, идущий через центральную часть, чтобы он уходил сразу за речную часть, и его уже не было в границах центральной части. Азина это, соответственно, между Блюхера и Милицейской. В районе улицы Ленина. Между Милицейской и Блюхера. То есть заправка сейчас там, да? Да. В районе заправки большой находится это. Вот мы пока, это только на уровне такой хотелки, вот этот мост? Либо уже какая-то документация? Нет, это пока перспектива. Перспектива, то есть конкретная сумма, которая понадобится на строительство этого моста. Это уже дополнительное проектирование будет потребоваться. То есть пока об этом еще не говорится вовсе? Нет. А вот как вы ответите на комментарий Евгения Пименова, президента Союза автомобилистов Кировской области? На сайте бизнес-новостей он пишет, я полагаю, третий мост должен появиться за Нововятском. Мы бы имели объезд для города и выезд на Казанский тракт. Пока же наш Киров слишком загружен, прежде всего из-за транзитного транспорта. Он тоже об этом говорит. Но это тоже возможно, только там еще дополнительно придется строить непосредственно саму дорогу, которая будет по восточной стороне реки Вятка проходить. В общем, это больше денег? Да, там у нас земли лесфонда, федеральная собственность. Проблема у нас на сегодняшний день как по седоровке существует, здесь может такая же проблема возникнуть дополнительно к денежным средствам. Что касается еще загруженности дорог, смотрю я в этот документ, страница, но это ближе уже к концу, называется эта табличка, сейчас, секунду, называется она, сведения, да что ж такое-то, никак не могу попасть туда. Там просто, поясню, о чем речь идет, там отображены улицы наиболее загруженные. Да, для разгрузки мы планируем строительство улиц дублеров. Вот, нет, подождите к улицам дублеров, он чуть позже. Сведения об участках, перегруженных дорожным движением на дорожные сети муниципального образования города Киров. Особенно тут мне нравится улица Производственная. Вот смотри, Юль, общая протяженность Производственная 5 с небольшим километров, адреса участков, перегруженных дорожным движением в километрах от дома номер 1 до дома номер 39. Ну это практически вся улица Производственная. А как вот этот список составлялся? Как специалисты работали? У нас все-таки измеряется интенсивность движения. Ранее у нас работала система АСУД. То есть там тоже мы данные получали. Что это такое? Это автоматическая система управления дорожного движения? Да. И кроме того, специализированным организациям тоже заказывали изучение данного вопроса. И вот это все вылилось в часть этого документа, соответственно. Что дальше с этим? Это просто для того, чтобы узнать и понять, где у нас заторы? Или это станет основанием для чего? Определяли, какие улицы необходимо разгружать, где нам необходимо строить вот такие улицы-дублеры. Дублеры. Как, каким образом запустить вот этот транспорт в других направлениях? Вот у этой улицы производственный дублер может быть улица? Есть небольшие варианты. Ну, во-первых, ремонт улицы Ульяновской у нас немножко по ее подразгрузил. В прошлом году, да. Да. Дальше занимаемся перемещением остановок общественного транспорта, чтобы таким образом тоже немножко разгрузить. И на сегодняшний день еще рассматривается вопрос соединения улицы Щерса с улицей Егоровской, там, чуть раньше, в сторону Ульяновской. То есть вот такие вопросы. Мы рассматривали вопрос по устройству кругового движения, к сожалению, вот в данной территории. В соответствии с ГУСТом. Перекресток Щерса и производственный? Да, да, да. Не получилось вписать круговое движение. А, то есть нужно было расширять эту площадку? Да, да, да. Слушайте, я не так давно мы были в Чебоксарах, и там, собственно, вот этих круговых перекрестков, перекрестков с круговым движением очень много. И там место на самом деле не так уж и просторно. Такое ощущение, что там они ничего не расширяли, просто сделали круговое движение и все. Не всегда круговое движение соответствует. У нас нормативы меняются, поэтому здесь проектная организация этот вопрос изучала. Без расширения, соответственно, не получается? Еще где-то возможность есть у нас круговое движение организовать в каких-то больших перекрестках? Сейчас не скажу, вопрос рассматривался и по Октябрьскому проспекту, на пересечении с несколькими улицами. Но это, еще раз говорю, вопрос серьезный. Одна из больных точек это у нас Лепси, перекресток Октябрьского проспекта и улица Лепси. Еще по Октябрьскому, извините, по производственному и по Щерсу рассматриваем вопрос реконструкции светофорного объекта. То есть используем стрелок, направлений, движения. То есть увеличение полос движения там даже за счет нанесения дорожной разметки, возможно, будет увеличить пропускную способность. Речь идет о том, о чем сейчас в Москве задумались, сужать полосы? Да. Сужать полосы, да? Ну, у нас, возможно, если мы перенесем еще там одну остановку, это в направлении улицы Ульяновской, вот мы померили, в принципе, в рамках ГОСТа мы путем нанесения дорожной разметки сможем увеличить количество полос. Позвольте скепсис высказать. У нас теплое время не такое продолжительное, и разметка у нас будет видна, ну, какое-то вот очень ограниченное количество времени этого теплого времени года. Ну, и просто если говорить о культуре вождения, да, то, ну, мы понимаем, что есть опасность. Есть опасность. А зимой, когда разметки не видно, все как-то вернется. Да бог с ней, с разметкой. Зимой просто дорога уже в два раза становится. То есть не кажется ли вам, что только вот ограниченное число времени будет работать это наушество по сужению полос? Кстати, до какой ширины-то сужаться планируется? 2,75, по-моему, если не ошибаюсь. В Москве, я недавно читал, собираются либо 2,5, либо 2,75, да, сужаются. Ну, и зеркала складывать, походу. У нас получалось, три полосы идут со стороны улицы Ульяновской в сторону Пугачева. А, Пугачева. Нет, наоборот, в город. У нас в основном пробка идет, когда двигаемся в город. И оставляем одну полосу в сторону улицы Ульяновской. Но здесь нам необходимо убрать остановку общественного транспорта для того, чтобы автобусы и троллейбусы не мешали выезда с перекрестка. Убрать или переместить? Переместить. Переместить, да. От города, да? Да, да, да. Чуть подальше еще переместить. Да, чуть дальше. А если про улицы Дублеры говорить все-таки, для каких улиц планируются Дублеры? Ну, предполагалось продолжить улицу Горького между Московской в сторону Лепси. Там как раз уже проходили общественное слушание, коридор оставлен. А как там, Вячеслав Николаевич, там же, там, собственно, обрыв? Там же, там же, обрыв там дальше. Земельный участок позволяет, именно, что проводились, опять же, специалисты управления архитектурой и градостроительством этим вопросом занимались. Улицу Азина, улицу Сурикова, улицу Комсомольскую, западный обход, Ульяновскую. В общем, перечень очень большой. Для того, чтобы в дальнейшем была возможность строить, необходимо сегодня уже эти земельные участки забронировать, чтобы была возможность при наличии финансирования. Участок дороги, о котором тоже много и долго уже говорится, это продолжение Сурикова от Некрасова до Щерса. Это тоже присутствует, да? Да, на сегодняшний день есть проект. И мы надеемся, что вот в рамках как раз программы «Безопасные качественные дороги России» мы этот проект реализуем. Потому что и правительство Кировской области нас поддерживает. Там ведь, по-моему, уже неоднократно и обсчитывалось, и сумма приблизительно была известна, да? И проектная документация есть на этот участок? Да. Она актуальна? Или ее нужно будет актуализировать еще? Так, в прошлом году ее актуализировали. Актуализировали, да. То есть, в принципе, по бумагам, то есть бумаги готовы. Готовы. Давайте сделаем небольшую рекламную паузу, очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Наша редактор Анна Лапшина взошла в перерыве, задала вопрос, а деньги-то откуда? Вячеслав Михайлович, давайте поясним, да? Ну, понятно, что, ну, раз федеральная программа, мы на нее претендуем. Да, конечно, я еще рад взгляд других. О суммах конкретных говорить пока рано еще. Ну, в этом году это 600 с лишним миллионов рублей, да? Мы, давайте говорить бы вам о Кировской области. То есть, на сегодняшний день в рамках этой программы у нас более 1 миллиарда 200 миллионов предусмотрено. На 2018 год такая же сумма. Там даже порядка миллиарда 400 миллионов. И на следующий год эти цифры будут увеличиваться. Это федеральные деньги? Федеральные, областные, муниципальные. Там софинансирование идет 50 на 50 практически. Ну, миллиард, миллиард, полтора миллиарда, да, говорите почти что? Но судя по тому, что запланированы, там десятки миллиардов рублей нужны. Ну, у нас есть ряд и других, и федеральных, и областных программ, которые мы тоже отслеживаем и стараемся участвовать. Кроме того, не забывайте про 650-летие города Кирова. Мы тоже надеемся на то, что средства будут выделяться и под юбилей города Кирова. Ну, мы общались недавно, да, с представителями нашей делегации, которая ездила в Совет Федерации Дни Кировской области, там проводились. Ну, эти 5 миллиардов, ну, как-то вот, судя по рассказам, могут быть, а могут и не быть. Изначально ведь вообще говорилось о том, что сумма чуть ли не под 10 миллиардов мы хотели получить из федерального центра. Она все снижалась, снижалась за последние годы. Да, там расчет проводился в комплексе, и с заменой сетей, и со строительством дорог, и различных мест массоотдыха, то есть комплекс мероприятий, в том числе и проведение непосредственно самих мероприятий. Вячеслав Николаевич, а как вы думаете, вот эта вот вся история, если будет все это реализовано, то, о чем мы сейчас разговариваем, хотя бы в части, там, ближайших двух лет, это решит наши проблемы с транспортом в городе или нет? Это ты про тот самый транспортный коллапс, о котором мы сегодня спрашиваем в вопросе присутствует. Да, который то ли грозит, то ли уже наступил. Ну, мы надеемся на это. Мы участвуем еще и в других федеральных программах, в том числе безопасность дорожного движения, в рамках которых мы проводим и реконструкцию светофорных объектов, и установку светофорных объектов, и строительство подземных пешеходных переходов. То есть эта программа действует, она долгосрочная. Давайте еще про парковочные места, которые тоже отображены. В данном документе планируется создание муниципальных парковок и подземных парковок. Назовите конкретное место, Вячеслав Николаевич, где у нас может появиться подземная парковка. Нет, они, в принципе, у нас есть, конечно, в городе. Ну, как вариант, они рассматривались, театральная площадь. Театральная площадь, там много скептиков нашлось, сказали, не-не-не, там очень много коммуникации, мы туда не поместим ничего. Ну, во-первых, на сегодняшний день при строительстве многоэтажных домов уже эта работа проводится, подземные парковки строятся. Поэтому все-таки инициировать надо и наших строителей на то, чтобы организовывали. Муниципальные подземные парковки, это подземные парковки частные для жителей конкретного дома. Мы все-таки, наверное, сейчас говорим про муниципальные подземные парковки, потому что, вот банально, в районе театральной площади невозможно припарковаться. Ну, это уже долгосрочная перспектива. Муниципальные парковки, в том числе, платные? Да, конечно. Ведь в прошлом году, да, было три десятка, по-моему, три десятка с небольшим мест определенного под платный парковок. Да, пилотный проект у нас есть, и я думаю, что все-таки этот вопрос сдвинется. В этом году, Вячеслав Николаевич, ждать еще появления платных парковок, кроме как на Комсомольской? Как минимум, надеюсь, одно-два места мы оборудуем. Нам надо, опять же, в качестве пилотного проекта опробовать паркоматы на улице города Кирова. Паркоматы. То есть без оператора, без присутствия человека физически. Да, да. У нас на Комсомольской паркомат стоит в настоящее время, да? Какие-то итоги уже можно подводить? Ну, на сегодняшний день итоги какие? В том, что мы убрали транспорт, который жители близ лежащих домов установили там, можно сказать, умирать. То есть у нас парковка в центре города превратилась в какой-то там, какой-то отстойник. Я думаю, что посмотрим, какой опыт у нас тут появится по снижению оплаты, там, еще по каким-то видам использования данной территории. Ну, возможно, изменения уже в этом году какие-то будут? Проанализируем после двух месяцев. Заметил Вячеслав Николаевич нам сегодня говорит, подумаем, проанализируем. Подумаем, да. Попробуем сделать пилотный проект. Что касается общественного транспорта, о нем тоже ведь много говорится в этом документе. Давайте основные как-то тезисы. Отметим, что с общественным транспортом у нас? Ну, на сегодняшний день у нас рассматривалось выделение полос для общественного транспорта. Выделенка, да, так называемая? Да, да, да. Пока на сегодняшний день существующая инфраструктура не позволяет. Но вы об этом говорили уже, конечно, да. Очень сложно это предусмотреть. Поэтому это как раз перспектива, когда с 2019 года мы будем выполнять работы по уширению проезжей части, там же в комплексе будут рассматриваться вопросы по выделению отдельных полос. Я так понимаю, кроме нас еще кто-то хочет задать вопрос? Да, кроме нас еще кто-то хочет задать вопрос. У нас есть телефонный звонок. Мы сейчас выведем его в эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как зовут вас? Александр. Александр. Александр, немного времени у нас совсем, да. Небольшой. А что у нас никогда не говорят по обновлению транспорта? Обновление? Общественного транспорта вы имеете в виду? Общественного транспорта. Ну, у нас, я даже вместо Вячеслава Николаевича могу ответить. У нас есть муниципальная программа в том числе, да? Да, конечно. По обновлению. Спасибо, Александр. Ну, что будет в этом году, в семнадцатом году? Что будет сделано? В этом году пока изыскаем средства. Но могу сказать, что за последние три года покупался транспорт и газомоторный, и низкопольный в рамках доступной среды. Поэтому эта работа ведется. Ведется. На этот год планы есть? Еще сколько-то закупить? Ну, пока только определили необходимые средства для того, чтобы поучаствовать в новой программе. Там лизинговые платежи необходимо найти как минимум 30 миллионов рублей из городского бюджета. А стоимость одного автобуса, вот этого большого современного, порядка 5-6 миллионов? На сегодняшний день она немножко возросла, там более 6 миллионов рублей. Более 6 миллионов. А муниципальная программа обновления общественного транспорта, она сколько еще будет продолжаться? Бессрочно. Бессрочно, да? То есть задача-то, в принципе, у нас стоит? Она постоянно, да. То есть эта задача как можно меньше пазиков? На сегодняшний день у нас более 80% уже подвижного состава находится в таком критичном состоянии, на грани. Поэтому проблема существует. Вы сказали о том, что эта программа будет обсуждаться 13 апреля, да? Еще раз напомните, кабинет во сколько? Кабинет номер 300, Воровского, 39. Приглашаем всех к обсуждению. Что конкретно будет выноситься на обсуждение? Ну, вы же будете руководить этим процессом. Проект данной программы. Ну и будем озвучивать. Нет, просто я к тому, что документ достаточно большой. Видимо, как-то нужно... Вкратце озвучим, для чего она разработана, какие основные моменты, какие адреса существуют, и выслушаем горожан, какие будут предложения. А эти предложения, вы их потом учтете как-то? Обязательно. Обязательно. Это цель проведения службы? Для того, чтобы учесть мнение. Ну, я думаю, что вы видели, да, накануне, уже последние несколько дней, в интернете активно этот документ обсуждается. Есть там активисты, которые говорят о том, что они где-то и несколько лет назад, там, половину из того, что вот сейчас представлено на суд общественности, видели. Действительно много повторений? Или это так, без них не обойтись? Без этого не обойтись. Не обойтись. Когда снова нужно излагать... Дело в том, что вот эти мероприятия, они уже на протяжении нескольких лет звучат. И понятно, что они на сегодняшний день не реализованы, и откладывать их не нужно. Наоборот, эта программа добавляется, и при наличии денежных средств она будет реализоваться. А, кстати, Вячеслав Николаевич, а планируется ли какое-либо участие в каком-либо виде предприятий, организаций? То есть не только муниципалитет. У нас же есть предприятия, в которых огромная территория. Рассматривались варианты государственных частных партнерств, в том числе по улице Сурикова. Там не получилось. А что конкретно? Это вот продление, да? Да, да, да. Это прекрасно. Да, еще раз. А вот пока не хочется озвучивать, но как раз одна из улиц-дублеров планируется при непосредственном участии одного юридического лица города Кирова. Ну, это в рамках закона можно снять, да? Да, конечно, да. Вячеслав Николаевич, а вот по поводу реконструкции улицы Ленина в районе Милицейской. Расскажите, пожалуйста, что планируется сделать? У нас проект разработан с увеличением, уширением проезжей части. Реконструкция светофорного объекта от Азина до Милицейской. Вот это участка, там узкая горлышко. Поэтому проект есть. Но, опять же, в рамках программы пока на сегодняшний день муниципальной эти работы не запланированы. У нас остается буквально пять минут до конца первой половины дневного разворота. Юль, ну ты автомобилист, я тоже автомобилист. Давай, Вячеслав Николаевич, поспрашиваем о том, когда же наши дороги-то городские. Ты предлагаешь про 55 участков поговорить? Нет, об этом мы говорили уже неоднократно. Нет, хочется узнать текущую ситуацию с ямочным, так называемым, ремонтом. Она проходит, и мы знаем, что Вячеслав Николаевич вечером и ночью выезжает и контролирует, что же там делается. Ну и, безусловно, нас насторожила ситуация с аукционами, когда в управлении Федеральной антимонопольной службы была подана жалоба. Жалоба, так, и пока процесс этот приостановился. Проясните, что сейчас происходит. Текущая ситуация в рамках 35 миллионов, который контракт был заключен еще в начале года. Сейчас проводятся работы в основном в ночное время с применением литого асфальта, бетона. Там небольшой объем остался, порядка 200 тонн. Но это 2-3 дня. В принципе, и у нас будет небольшой перерыв, потому что вот эти 10 дней пока еще не прогреется проезжая часть до того момента, когда мы сможем работать с горячими смесями. Вот здесь мы уже не сможем ни литой асфальт, ни бетон применять, ни горячий асфальт, ни асфальт. Поэтому по центральным, по магистральным улицам практически постарались везде пройти. Вот еще, говорю, 2-3 дня будем работать. Также у нас на 20 миллионов сейчас контракт разыгрывается, тоже там текущий ремонт, ремонт картами. Эта работа будет проводиться на тех улицах, где как раз не попадают улицы в программу безопасной и качественной дороги России. Потому что, сами понимаете, вот озвучивают улицы Северное, Кольцо, проспект строителей. Нас всегда ругают за то, что мы осуществляем так называемый ямочный ремонт. Мы бы этого не хотели делать, но последняя практика судебная, то есть большое количество исков идет. Нам надо обеспечить безопасное продвижение по улицам города Кирова. Поэтому по аварийным ямам мы работаем. Это несопоставимый объем финансовый с теми работами, которые будут проводиться в летний период. Гарантия на ямочный ремонт, вы говорили, увеличена, да? Удалось? Да, хотя и не предусмотрено ГОСТами гарантия на текущий ремонт, мы установили гарантию 6 месяцев. И дирекция дорожного хозяйства отслеживает. Смотрит. Ну, кстати, вот объезжали в прошлом году, что выполнялось с применением литого асфальта бетона. Разрушение идет на сопредельных территориях. Эти участки стоят уже в течение года. Поэтому работу продолжаем. Понятно, что где-то звучит, вот тут щебни подсыпьте, другие жалуются на то, что выбрасывайте деньги. Поэтому приходится как бы на грани. Вячеслав Николаевич, у меня, наверное, будет последний вопрос. Очень много и давно говорится как раз про те самые гарантии на текущий ремонт, на ямочный ремонт. Был хоть один случай гарантийного ремонта, когда разрушенную дорогу подрядчик отремонтировал по гарантии. У нас есть выявление, вот на сегодняшний день составлен перечень замечаний по гарантийным улицам, проводимым работам с 2012 года. Подрядные организации все соответствующие работы выполнили. И то, что выполнялось в прошлом году, те трещины незначительные, которые появляются, это тоже будет проводиться устранение. В принципе, это ожидаемый дефект, потому что работа проводилась только с верхними слоями, основания мы не трогали. В частности, у Павла Корчагина, да? Да, в том числе и Павла Корчагина. Вы можете посмотреть любую улицу, мы тут ездили в другие регионы, этот дефект встречается практически везде. Потому что текущий ремонт верхнего слоя, без изменения основания, он несет в дальнейшем вот такие разрушения. То есть гарантийный ремонт в данном случае будет проведен? Да, конечно. Уже подготовлена вся информация, подрядные организации, они сейчас ждут погодных условий. Юль, наверное, я все-таки последний вопрос задам. Последний, сегодня, да. Человек Николаевич, поясните все-таки ситуацию с аукционами. Вы как непосредственный работодатель сотрудников дирекции дорожного хозяйства, что же все-таки? Сейчас просто беспокоит, понятное дело, людей, что это все может затянуться и реальный ремонт начнется. У нас перенесены были сроки аукционов на 21-22 апреля. Ранее мы в каком виде размещали заявку, в том числе и общественные организации нас обвиняли, что мы недостаточно плотно работаем с техническим заданием, поэтому мы изучили опыт, в том числе и соседних регионов, в том числе и Чебоксары. Вот в таком виде подготовили тех заданий. К сожалению, оказалось, что присутствуют претензии. Есть претензии? Продлены сроки принятия заявок и проведения аукциона. 21-22, по-моему, будет проведен аукцион апреля. Еще раз повторим. ДДХ не стала претензию выдвигать, а все-таки скорректировала. Да, конечно. Это самые замечания. Все замечания устранили. Хорошо, на этом мы завершаем первую половину дневного разворота. Благодарим нашего гостя Вячеслава Симаков, начальник управления благоустройства и транспорта, администрации нашего города. Традиционная новость и тематические программы у нас впереди, и мы вернемся уже через 20 минут. Продолжение следует...